Ребят, всем привет! Сейчас я вам покажу, как отправить самому себе сообщение в Телеграме. И первый ответ на вопрос, зачем это все надо, я могу сказать, что это очень полезно, если вы хотите передавать с одного устройства на другое какие-то медиафайлы, то есть фотки, видео. Вы просто скидываете самому себе какое-то видео или фотку и на другом устройстве просто берете ее себе и копируете. Ну и второй вариант, это вы что-то там забыли, самому себе отправили там сообщение, да и все. Давайте посмотрим, где это делается в десктопной версии на ПК Windows, а потом во всех остальных девайсах. Так, на Windows это делается вот здесь, три полосочки в левом верхнем углу. Здесь у нас вверху, вот видите, такой значок в скрепочке, нажимаем на него и все у нас открылось избранное. Мы можем туда нажать, написать что-нибудь, например. И выбираем себе на компе, что мы хотим загрузить. Например, какое-то видео, да, нажимаем открыть, нажимаем отправить и у нас начинается загрузка видео непосредственно к самому себе. То есть это фактически облачное хранилище, точно такое же, как и Dropbox, Яндекс.Диск и все прочее. Просто оно безграничное и фактически вы все, допустим, пользуетесь телеграмом и с любого устройства заходите и скачиваете со своего хранилища любой файл. Так, посмотрели мы с вами, как это все делается в десктопной версии. Давайте я теперь зайду с айфона и покажу, как это делается на айфоне. Так, зашел я на айфон, давайте зайду в телеграм и смотрите, в правом нижнем углу захожу я в настройки и есть вот у нас тут избранный. Пожалуйста, вот наши с вами избранные, то есть наш чат самим собой и мы непосредственно можем тут что-то писать, да. И точно так же отправлять самому себе фотки и видеофайлы вот при помощи вот скрепочки в левом углу. Вот она. Ну все, у нас подгружаются наши с вами мультимедиа файлы, фото и видео, либо можем мы любой другой файл сюда загрузить. Так, с айфоном мы разобрались, давайте я теперь перейду в андроид, покажу, где это делается там. Так, подключился я к андроид, давайте я зайду сейчас в телеграм. Зашел я в телеграм и давайте вот смотрите, три полосочки в левом верхнем углу наше меню и есть у нас вот те люди рядом, вот тут избранные. Вот смотрите, вот наши избранные, нажимаем на него и вот он наш чат избранное, то есть чат сам с собой и мы можем точно так же загружать туда фото, видео и все прочее и писать самому себе сообщение, например. Так, ну я надеюсь понятно, что мы можем самому себе пересылать тут видео и фото различного формата, можем самому себе писать сообщение, можем фактически любые файлы сюда пересылать. И это достаточно удобно и как бы никто этого не видит и не надо никого беспокоить и все прочее, не надо использовать там различные сервисы типа Яндекс.Диска, Дропбокса, iCloud и всего прочего. Так, друзья, если понравилось видео ставьте лайки, не забудьте подписаться на канал, если есть какие-то вопросы задавайте, будет еще много интересного. Всем пока!